Господин президент, уважаемые дамы и господа, госпожа канцлер, в свои лучшие времена у немецкой внешней политики было два приоритета. Это единство Европы и хорошая политика по отношению к нашему соседу России. Я считаю, что это должно вас заставить задуматься, госпожа Меркель, если вы, конечно, будете меня слушать, что почти через 10 лет после того, как вы стали канцлером, национализм и раздор в Европе так расцветает, как уже давно не расцветал. И отношения с Россией и политика, которая была направлена на снятие напряжения, перешла в новую холодную войну. Специфические интересы США в Европе, их недавно на пресс-конференции руководитель влиятельной частной разведывательной компании Stratfor совершенно открыто сказал, главным интересом Соединенных Штатов является предотвратить союз между Германией и Россией. Потому что, цитирую, они в союзе являются единственной силой, которая нам, то есть США, может угрожать. Конец цитаты. И эта мнимая угроза интересам США была успешно уничтожена. Это началось тем, что Евросоюз в рамках восточного партнерства попытался определенные страны вырвать из экономического и политического сотрудничества с Россией. И госпожа Меркель, само собой разумеется, это было направлено против России. Но это было и не в интересах этих стран. Это вы их принудили к бескомпромиссному выбору. Либо это, либо то, а не Россия. И в результате Украина потеряла большую часть промышленности. И сегодня эта страна банкрот, в которой люди голодают и мерзнут. А зарплаты ниже, чем в африканской стране Гана. Но конфронтация с Россией не только разрушила Украину. Она приносит и вред всей Европе. Ведь это вовсе не секрет, то, что США разжигает конфликт с Россией. И из экономических интересов тоже. Если правительство США говорит о правах человека, то дело, как правило, в правах на добычу нефти или полезных ископаемых. И именно на Украине, по причине больших залежей сланцевого газа, им есть что добывать. Если сейчас в рамках Энергетического Союза начинают говорить о новых направлениях газопроводов и о большей независимости от российского газа, то вам стоит людям и честно сказать, что это означает. Растущая зависимость от существенно более дорогого и ужасного для экологии американского сланцевого газа. И я не могу назвать эту перспективу ответственным решением. Список бывших ведущих немецких политиков, которые критикуют вашу политику по отношению к России, госпожа Меркель, очень длинный. В нем вы найдете имена ваших предшественников – Герха Шрёдер, Гельмут Коль, Гельмут Шмидт, а также Ганс Фридрих Гетча. И может, это и посодействовало вашему поступку. В любом случае, это было правильно, что вы совместно с президентом Франции взяли на себя инициативу, приведшую к новым переговорам. И да, Минц как-никак привел к тому, что на востоке Украины уже несколько недель намного меньше людей умирают, чем несколько недель и месяцев до этого. И то, что открыта дверь к мирному решению. И, конечно же, это очень важный результат. Это важный результат, и вы, госпожа федеральный канцлер и президент Франции, заслуживаете за это признание. Но тот, кто желает мира в Европе, он должен сейчас настойчиво и целеустремленно придерживаться второго Минского договора. Но вот проблема в том, что настойчивость и целеустремленность не являются сильными чертами вашего характера. Согласно докладу ОБСЕ, обе стороны многократно нарушали перемирие. Вы, госпожа Меркель, только что предложили, чтобы санкции с России сняли при условии, если второй Минский договор будет выполнен. Конечно же, это неприемлемо. Это неприемлемо, если из рядов ополчения все еще стреляют. Но если украинские войска или воюющие на их стороне нацистские батальоны продолжают стрелять, то это тоже, по крайней мере, настолько же неприемлемо. Но по этому поводу от вас критики не слышно. И почему же вы не говорите слова недовольства, когда, несмотря на угрожающее Украине банкротство, украинское правительство в четыре раза больше денег хочет потратить на оружие, чем в прошлом году? Это же вовсе не указывает на то, что в украинском правительстве есть люди, которые поддерживают путь к миру. И, конечно, направление военных советников и поставки оружия Соединенными Штатами и Великобританией тоже можно классифицировать как подрыв мирного процесса. Но вот хотите ли вы против США и Великобритании тоже санкции ввести? Я думаю, лучше признать, что вся эта никчемная политика санкций была очень большой ошибкой, которая Европа стрельнула себе в колено. И поэтому не нужно их вам продлять. И мы не нуждаемся в дополнительных танках. И мы не нуждаемся в Европе в трехтысячной группе НАТО-солдат быстрого реагирования, которая никого не защищает, а только угрожает еще большему миру во всей Европе. Гельмут Шмидт был все же прав, когда он еще в 2007 году предупреждал. Я процитирую его. «Для мира на Земле от России сегодня исходит намного меньше опасности, чем от Америки. И что НАТО лишь только инструмент для достижения гегемонии Америкой». Так сказал Гельмут Шмидт. Но если это правда, то из этого можно сделать только один разумный вывод, что Европа наконец-то нуждается в самостоятельной и независимой от США политике. Господин Юнкер предложил, что нам нужна европейская армия, чтобы показать, что для нас защита европейских ценностей против России – серьезное дело. Я думаю, что это предложение показывает только одно. Насколько Европа отдалилась от того, что желали основатели единой Европы. И вы же сами об этом упомянули, госпожа Меркель, что тогда дело было в мире, в демократии и солидарности. И что никогда национализм и ненависть к народам не должна разделять страны Европы. Но чтобы защищать такие ценности, вам вовсе не нужны вооруженные батальоны. Если вы, госпожа Меркель, желаете защищать демократию, то тогда поспособствуйте тому, чтобы европейские страны опять управлялись избранными правительствами, а не финансовыми рынками и не бывшими банкирами, как Марио Драги, а также и не вами, госпожа Меркель. И если вы хотите демократии, то остановите так называемые договоры свободной торговли. Остановите договор о свободной торговле с Америкой, вследствие которого демократические выборы превратятся в простой фарс. Вот это было бы защитой европейских ценностей, это было бы защитой демократии. Наконец-то прекратите все никчемные переговоры по этим договорам. И если вы желаете видеть единую Европу, то прекратите унижать и диктовать им программы, которые лишают их молодежь любой перспективы. Прекратите предписывать Европе так называемые структурные реформы, которые приведут только к большему неравенству и снижению заработка. В Германии впоследствии такой политики три миллиона людей, несмотря на то, что они работают, так бедны, что они не могут достаточно отапливать квартиру, нормально питаться, не говоря уже о поездке в отпуск. И вместо того, чтобы экспортировать эту политику в другие страны, было бы лучше. И это даже очень в интересах Европы. Наконец-то здесь её в Германии исправить. И это уже не впервые, когда низкие зарплаты в Германии другим странам ЕС перекрывают воздух.